Ранее была НОР. 14А, 14А, ответьте. 11А, перестрелка на углу 6-й индустриал. Есть пострадавшие. У нас в этом переулке огнестрел. Жертва Скуутер Пейтон, мужчина негр. Давайте парим. Мне нужно оружие. Смит Вессон, серийный номер С71893. Такая штука носорога остановит. Эти малыши продаются только по заквазу. У нас книга заказа Смит Вессон. Нам повезло. Это вам предложить Смит Вессон 27-й с перламутовой рукояткой. Ты арестован, Шредер. Ральфон один на него браслет. Ни за что. На меня вы это не повесите. Что, Школа, место ты выбрал правильное? Этому городу нужен был честный ком, как вода, умирающему от жажды. Ты слышал сплетни, но интересовался ими. Ты пришел сюда честно работать. Раскрывать преступления. Но от политики не уйти. На двух стульях не усидишь. Приходится выбирать. Конверт с деньгами. Или билет на автобус в никуда. Других вариантов нет. Всем патрулям. Ограбление и перестрелка в Уэст-Лейкском. Патруль, выезжающий на место преступления, доложите. Код 3, включите спецсигналы. Едем на вызов. Это всего в паре кварталов. Докладывай 14-я с ограблениями, мы разберемся. Будьте осторожны, 14-я. Преступники вооруженные очень опасны. Вас понял, 14-я выезжает. Всем привет, дорогие друзья. С вами Валерий Хаус. И мы продолжаем проходить игру под названием Ланойер. Детективчик. Детективчик. И у нас... Прям... Серия начала, такая жара началась. Едем на ограбление. Парни, давайте побыстрее. Пора сваливать. Пора... 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 Так, не забываем подписываться на канал, группу ВКонтакте. Так же... Комментируем, оцениваем... И тому подобное. Мы начинаем... отстреливать ублюдка ну-ка, 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 ну-ка отлично дробаш это дело так давай давай-ка, давай-ка, влазь я знаю, там еще один сидит вылезет что ли? ес Флэпс, проверь входной дверь и не высовывайся, ради бога сколько их там, мы не знаем на что, так что не спеши, подкрепление скоро прибудет так, а как мне этот отец? стены, левый контрул отлично так, перезарядочку у нас трупы здесь тихо-тихо, не кричи ну-ка, ты мое место занял полиция, всем бросить оружие, банк окружен, я предлагаю вам четвертый с два коп, еще шаг, я тебя пополам разрублю ух ты, засранец, монофака офига, здесь даже крошится все держи так ну что ты, е-мое о-е попали опа-опа, сверху, сверху да что в тебе, какой-то косой дробовик или он просто не достаёт до туда ооо, нифига кетчуп и это все? больше нет? кол, кажется мы с ними расправились отлично лейтенант Хоккинс говорит, если достал дробовик, то либо умрешь, либо получишь медаль так что, Ральф, все нормально, у тебя все получилось я рад, что меня прикрывает такой надежный напарник Хэнк, такой шанс выпадает только раз в жизни, я должен ему воспользоваться ты сначала попробуй выжить, Коул, ты же слышал, что ветераны говорят японцы обожают стрелять в офицеров, если я прославлюсь на войне мое будущее Хочешь в одиночку одолеть роту отборных солдат Императора? ты кем себя возобнил, стержант Хьоркам? Келсо, если мне понадобится твой совет, я тебе об этом сообщу в тренирующем лагере рассказывали про таких офицеров, как ты, Коул это называется синдром Кастера парень жаждется прославиться в результате все его подчиненные гибнут Келсо, наш долг вести за собой, а их долг умереть ради твоего прекрасного будущего? Коул Фелпс и Джек Келсо, иногда все случается само собой два человека, которым будем стать друзьями, не могут сойтись характером Фелпсо отличный парень, только формалист изрядный, а Келсо тихий но никогда не бежал от боя, ни в жизни, ни на войне как жаль, что ты не любишь говорить об этом, Коул Ральф, если хочешь поссориться с человеком, поговори с ним о религии или политике а в моем случае и о войне этого бродягу я знаю, Вендел Баус, я его уже арестовывал он нарушил условия досрочного освобождения беги за ним, Фелпс, а я догоню его на машине Вендел Баус, стой, полиция беги, беги, беги давай пошли вы засранец, он послал офицера ну что ты его не поймал-то так, так, так стой, засранец я тебе ноги сломаю Бауэрс, не с места стой, стрелять буду Вендел, больше предупреждений Данк, протри глаза, смотри куда стреляешь Вендел, не делай этого немедленно слезай сдавайся, Вендел не подходи, сволочь ох, ты засранец, еще легается ты шутишь? ну все, ты напросился да, чувак, ты напросился ты готовлюй мне в лоб нет, уж в тюрьму я не вернусь я тебя засажу так засажу я свой срок отсидел еще отсидишь все кончено, Бауэрс ну-ка, стой оп у нас Бауэрс, то кружок сдавайся у нас тут целый ассасин ассасин крит ну-ка давай, че, че помахаемся? похоже кроме нас здесь никого нет ну давай оп, попробуй мое кунг-фу сильнее твоего кунг-фу оп отлично как дела, Вендел? полицейский, который занимается досрочно сводящимся, как по тебе-то соскучился но ничего, лет через десять ты его утешишь осторожно, не стукнись головой уже завтра вечером этот кретин будет за решеткой отлично, Кол ты в школе легкой от этики, что ли, занимался? офицер корпуса московой пехоты США должен уметь принимать трудные решения правильное решение не всегда имеет поддержку у солдата правильное решение может стоить вашим подчиненным жизни то, насколько честно, непредвзятое вы можете оценить способность ваших товарищей напрямую влияет на ваши шансы стать офицером московой пехоты кандидат Феллсон, вам слово командный дух мэрил десять, франклин восемь, вайс восемь, дон хью шесть, ковальски шесть, хадсон пять, кэлса два лидерство дон охью восемь, франклин семь, мэрил шесть, ковальски шесть, вайс пять, хадсон пять, кэлса один кандидат Кэлса Извините, капитан, но я вступил в морскую пехоту, чтобы воевать с японцами, а не притворяться школьниками. Касто, живой в мой кабинет. У каждого копа бывает особое дело, которое дает возможность блеснуть и стать звездой своего отдела. Ты раскрываешь преступление и все видят, как ты отличаешься от остальных патрульных. Может быть, это делать как раз из таких? Полиция, отойдите от труба, пожалуйста. Скорую вызвали? Мы вызвали скорую и полицию, но боюсь, что он уже умер. Так, либо проходите мимо, либо отойдите назад. Выбирайте, только быстро. Привет, Кол. Быстро ты добрался. Мой маршрут пересекает 7-й стрит. Так, значит, первым на место преступления прибыл ты. Сейчас мы все оцепим и разгоним толпу. А ты быстренько все осмотри, пока не прибыли эти уроды из-за дела убийств. Я скоро вернусь. Итак. Смотреть труп, обыскать место преступления нам надо. Окей. Так, обыскать труп, да? Средь бела дня. На оживленной улице. Вот теперь я видел все. Так. Обыскать карманы жертва. Руки. Части тела. Рука нам ни о чем не говорит. Карман. Пусто. Так. Банк Аркадий Уост Лейк. Имя Кэгалета. Адрес Саут Бродвей. 11.0.18. Цена 52 бакса. 50 центов. Произведенные выплаты. Дата, номер, квитанцию, сумма, баланс, получатель. Квитанция на зарезервированный товар. Если стоимость товара полностью не оплачена, включительно он будет выставлен на продажу, если не обговорено иное. Квитанция на зарезервированный товар, получатель Банк Аркадия. Так, кстати, я тогда сказал вам, в 70-х, 80-х годах я набрал вам. Игра в 40-х годах получается. Происходит действие. Ну ладно. Это не главная суть. Так, что еще у нас тут? Лицо. Лицо нам тоже ничего не дает. И вторая рука. Тоже отрицательно. Ладно. Тщательно прочесывайте местность на предмет наличия улик. Так, что-то блестело, да? Гильзы, похоже, калибра 32. Так. Сесть машину. Сначала нужно осмотреть место преступления и только затем допрашивать свидетелей. Значит, я еще не все, что ли, нашел? Да ладно, пекаль. Браунинг ФН, серийный номер 011-138. Возможно, придется проверить в магазине оружие. Оружейный магазин Иглсона всего в паре кварталов отсюда. Вот этот парень утверждает, что он что-то видел. Запиши его показания. Так. Допросить свидетелей. Какой парень? Ты? Ты хочешь сказать слово? Или ты? Ты? Нет? Он там парень... О, вышел. Сэр, я патрульный Фелпс. Что именно вы видели? Я услышал выстрел и решил, что у кого-то выхлопная труба лопнула. А потом видел, как в обыдной магазин вбежала девушка. Так, допросить очевидца. Новая фигура. Фелпс поговорит с свидетельницей, пока не прибыли хмурые из убийства. Если пока что она лезжет, не бойся на нее надавить. Не физически, конечно. Если доказательств нет, ни в чем не обвиняй, иначе адвокаты тебя с дерьмом сожрут. Если думаешь, что она говорит правду, будь с ней ласков. Найди к ней подход, короче говоря. Ну окей. Сейчас, мы попробуем. Вам могу помочь, сэр? Мисс, я патрульный Фелпс. Расследую этот случай со стрельбой. Вы знали убитого? Мистер Гейдж был моим боссом. Мистер Гейдж. А какое имя у мистера Гейджа? Эверетт. А вы кто? Галета. Кловис Галета. Кловис Галета. Кловис Галета, темно-карие глаза, 27 лет, волосы каштановые, пол-женский. Подавщица обувного магазина, свидетель убийства Эверетта Гейджа. Показания свидетеля. Мисс, вы не могли бы рассказать, что именно здесь произошло? В обеденный перерыв я люблю ходить по магазинам. Когда я находилась в одном из них, ко мне подбежал мистер Гейдж, мой босс. Он начал кричать, что я слишком долго обедаю. И? Мы зашли в магазин. Я была очень зла на него. В помещение я вошла первой. Я слышала выстрелы, повернулась и увидела, что мистер Гейдж упал. Если вам кажется, что свидетель о лжи, то вы можете доказать, что вы бить ложь. Чтобы обвинить свидетеля во лжи, вы должны предъявить доказательства. Так, а что мне, а ложь надо? Окей. Вы лжете, мисс Галета. Вам известно, что произошло здесь. И сейчас вы мне об этом расскажете. Мне нечего рассказать. Я ни в чем не виновата. Можете доказать, что это не так? Квитанция на товар. Да, 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 там Галета была написана, точно. Сережки с жемчугами из Галета. Вы уже целый год насти за них деньги. Расскажите мне, наконец, что именно произошло в ювелирном магазине. О боже, у меня же отнимут сережки, правда? Дуреха, если ты не прекратишь тормозить расследование убийства, то у тебя отберут свободу. Мистер Кэллоу. Эдгар Кэллоу. Заведует ювелирным магазином. Однажды он показывал мне очень красивые часики, и вдруг в магазин ворвался мистер Гейдж. Мистер Кэллоу очень рассердился, и они стали кричать друг на друга. Мистер Гейдж сказал мне, что все товары в этом магазине — хлам. Дешевка. Сделано в Японии. И приказал мне вернуться на рабочее место. А что произошло потом? Мы вернулись сюда, и услышала громкий хлопок. Мистер Гейдж ухватился за спину, потом раздался еще один хлопок. И еще, и еще. Мистер Гейдж упал на колени. Кажется, ему было очень больно. Так, возможный подозреваемый в убийстве. Какой ювелирный магазин? Хартфилдс. Это на Бродвее, между пятой и шестой. Ты видела человека, который застрелил мистера Гейджа? Конечно, мистер Кэллоу был вне себя от ярости. Он все стрелял и стрелял. А потом бросил пистолет в мусорный бак, и пошел прочь. Если вам кажется, что все эти лжут, но у вас нет доказательств, выберите сомнения. Нажмите 2. Вы нарочно меня злите, мистер Гейджа. Почему мистер Кэллоу застрелил мистера Гейджа? Отвечайте. Мистер Гейдж не наедет евреев. Их многие не любят. Я же не уверен, что у него много дорогих вещей. Подробности убийства. Сколько выстрелов вы слышали, мистер Гейджа? Трудно вспомнить. Их было так много. И они были такими оглушительными. Так, если вам кажется, что свидетель говорит правду, выберите истину. Нажмите 1, чтобы оценить заявление как истинное. Пожалуйста, вспомните мистер Гейджа. Даже мельчайшие подробности могут оказаться крайне важными. Ну, сначала был один хлопок, потом другой. А затем сразу еще 3. Всего 5. Спасибо за помощь, мэм. Вы вели себя... Что там достойно? Теперь вам нужно подписать ваши показания. Значит, я могу забрать мои... Мои... Нет, ничего. Да, я готова подписать показания. Дело сделано. Так, газетка нет. Ничего не делается. Ладно, двигаемся. Надо заехать в вооружение, наверное. У нас есть орудие убийства, и у нас есть убийца. Девушка все видела. Наш убийца работает в ювелирном магазине Хартфиллс. Это в паре кварталов отсюда. Мы с тобой подумали об этом и том же. Тейт, отцепи место преступления. Так, давайте отправимся сначала в вооружейный магазин. Все по порядку. Да, что у вас? Дайте мне выехать-то. О-о-о, люди, извините. Так, извини, чувак. Но обстоятельства. Так, чуть подальше, значит. Еще дальше. Здесь поворот. Далековато, далековато. Ехать. Блин. Засмотрелся на... На карту засмотрелся. Извини, чувак. Я не хотел. Оружейный магазин Иглсона. Два часа, тридцать шесть минут. Чем могу помочь? Патронер Фелбс и Дан, сэр. Уиллширское отделение. Нам нужно проверить серийный номер. Без проблем. Марка, модель. ФН Браунинг, ФН, модель с 1922 года, серийный номер 01138. Не может быть. Нет, я его не продавал. В Европе они очень популярны, но здесь их редко встретишь. Хоть пару недель назад у меня был один такой. Владельца помните? Помню. Его звали Кэллоу. Эдгар Кэллоу. Пушка выглядела так, словно из нее ни разу не стреляли, но он все равно попросил ее почистить. Потом купил коробку патронов и ушел. Не подскажете, где можно найти мистера Кэллоу? Он сказал, что работает в Хартфилдс, ювелирный магазин на Бродвее. Спасибо за помощь. Ну все, сейчас мы этого гада поймаем. Поехали. Так. Места. Вилерный магазин. Двигаемся прямиком на Бродвее. Тут недалеко, оказывается. Ювелирный магазин Хартфилдс. Два часа, 36 минут. Допросите Эдгара Кэллоу. Часы купить не желаете? Патрольник Олла Фелпс. Вы Эдгар Кэллоу? Э, нет. Мистер Кэллоу в задней комнате. Он сказал, что ему нужно прилечь. Сейчас я его вызову. Вот гад. Вперед, Кэллоу. Засранец. Обманул. Спасибо. Спасибо, чувак. Стой. Кэллоу, вернись. Стой, урод. Достали пушку, можно стрелять, что ли, или че? О, 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 о. Желтый автобус. Ай. Ай-яй-яй. Я, короче, застрял. Так, щас мы тебя догоним. Щас я так ближе подбегу. Воу, воу, воу. Кэллоу, тебе уже будет хуже. Стой, стрелять буду. Эдгар Кэллоу, вы арестованы за убийство Эверта Гэйджа. Отлично сделано. Бывает дело, карьера венец, а бывает карьере конец. Дело, которое тебе так и не удается раскрыть, которое не дает тебе спать по ночам. Оно грызет тебя изнутри и рушит твой брак. Из-за него ты напиваешься в баре и думаешь о непроверенных зацепках и упущенных возможностях. Дело, о котором другие копы шепчутся, когда ты проходишь мимо. Дело, о котором ты никогда не говоришь. От кары Божьей не уйдешь, сынок. Я слышал, это ты поймал злоумышленника с вчерашней перестрелки. Да, сэр. Ну, сынок, ты, говорят, человек инициативный, а значит, далеко пойдешь. А тебе бы не хотелось обрушить на голову этого злодея, карающий меч правосудия? Сэр, вы просите меня допросить подозреваемого? Именно так, юный Фелпс. Ты прибыл сюда совсем недавно, но уже заработал отличную рекрутацию. Не говоря уже о том, что на войне ты отправил в ад кучу безбожников. Но я хочу узнать вот что. Можешь ли ты применить свои таланты в ходе допроса? Тут нужны особые качества. Ты готов заняться такой работой? Да, сэр. Думаю, что готов. Молодчина. Сынок, обвинительный приговор складывается из множества факторов. Тебе нужны мотив, возможность, веские доказательства и, что еще лучше, признание. Если следствие не задалось, можешь чуть-чуть исправить дело в ходе допроса, слегка надавить на клиента. Ну, как ты себя чувствуешь, Сынок? Хорошо, сэр. Прекрасно. Улик более чем достаточный, будь он трижды проклят и четырежды повешен. Принеси мне признание, юный Фелпс. Это твой шанс. Не подведи меня. Жесть, мы сейчас будем допрашивать чувака. Адвокат уже прибыл, я хочу с ним поговорить. Мистер Кэллоу, адвокат вам не поможет. Вы хладнокромно застрелили человека, и вам придется за это ответить. Так, владелец ювирного магазина, поздравим его в убийстве. Так, спор с Гейджем. Вы пошли за Веритом Гейджем, и девушка в обдуме магазина, затем пять раз выстрелили в спину Гейджа. Гейдж подонок. Он получил по заслугам, но к его смерти отношения не имею. Врешь, засранец. Я знаю, что врешь. У меня доказательств целая куча. Сейчас я тебя выведу на чистую воду. Гейджа застрелили вы. Кроме того, улики связывают вас с местным преступлением. Вы ничего не докажете. Докажу. Так, перестрелка, гвитанция на товар. Подозреваемый опознан. Мы знаем о вашей ссоре с Гейджем. Мисс Гейджем дала показания. Рассчитываешь на девчонку? Думаешь, тут поверят ее показаниям? Эдвер, я тебя отправят в газовую камеру. Этот чертов от диссимент не желал оставить меня в покое. Девушка уже была готова купить товар. Он сорвал мне сделку. Так они быстро говорят вообще. Не успеваешь прочитать. Так, религиозный мотив. Давайте сменим тему, мистер Кэллоу. Вы поститесь во время ее... Каллупа. А, чертов Гой, давай сменим тему, может поговорим о бейсболе? То есть вы действительно еврей? Это не нацистская Германия, а Соединенные Штаты. Здесь быть евреем не преступление. Некоторые люди не любят евреев, мистер Кэллоу. Ага, и ты один из них. Я еще ненавидел евреев, так? Не понимаю, о чем ты говоришь. Так, у нас есть использовать интуицию. Давайте попробуем. Своевременно используем дюмбалов. Интуиция поможет вам во время бесед со свидетелем подозреваемым. Так, убрать ответ. Ну, не истинно, это точно. Значит, сомнения. Ах, ты паразит большевистский. Большевистский, прихвостин. Думаешь, я буду слушать твои бредни? Как ты меня назвал? Как ты смеешь ко мне так обращаться? Ах, ты проклятый гой, сукин ты сын. Ты и этот штук Гейдж. Почему вы стрелили его, мистер Кэллоу? Гейдж заседает в торговой палате. Он заодно с этими ублюдками. Он препятствовал каждому мной выдвинутому предложению. Он столько лет пытался меня разорить. Эдгер Кэллоу, вы арестованы по обвинению в убийстве Эверта Гейджа. Я уважаю ваши взгляды и ваше право их придерживаться. Ради вашего же блага, надеюсь, что присяжные сочтут, что убийство не было преднамеренным. Да помилует в вас Господь, сэр. Почти все успел прочитать. Прекрасная работа, Фелпс. Ты же просто патрульный, да, сынок? Да, сэр. Я замлю за тебя словечко, начальство юных Фелпс. Департаменту нужны герои, юные, честные лица, вызывающие восхищение публики. Такому стремлению защищать законы правосудия можно только аплодировать. Ну что ж, сынок, продолжай нести службу, но я дам тебе один совет. Купи два костюма и погладь их, они тебе понадобятся. Крутяк, крутяк. Мы продвинулись по службе. Так, заключение полиции Лосович Годин. Выслужили повышение, готовься к переводу в другое дело. Отлично. Итак, друзья, на этом заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Там вы найдете также людей, занимающихся лосплеями и стримами. Может, найдете для себя что-то интересное. Но я со всеми прощаюсь. Меня зовут Валерий Хаус. И до скорых встреч, до новых прохождений. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!